Добрый вечер. С началом апостольского поста. Начнем с апостольского поста. Он в этом году длится месяц. Закончится 12 июля. 11 июля, 12 июля – праздник День апостола Петра и Павла. Почему меняется его длительность? Ну да, он бывает от 8 дней до 42 дней. То есть варьируется год от года. И он, с одной стороны, ограничен своим окончанием в День Петра и Павла. Это календарный день, который не сдвигается. То есть это день памяти их мученической кончины. А с другой стороны, начало его приурочено к Троице. То есть это через неделю после празднования Святой Троицы начинается этот пост. А Троица, она приурочена к Пасхе. А Пасха, она каждый год у нас плавает по календарю, изменяется взаимосвязь от лунного календаря. И, естественно, все это влияет на срок этого поста. То есть мы понимаем, что он бывает то короткий, то длинный, то средний. Но в любом случае он не является таким строгим, как Великий пост, как Успенский пост. И вообще в летний период много витаминов, много всего такого свежего, зеленого и прочего, что можно поесть и быть сытым совершенно без всяких мясных и прочих блюд животного происхождения, что во время поста запрещено вкушать. Поэтому постимся с пользой для души и для тела. – Зачем нужен пост? Какая польза для души и тела? – Ну, для тела мне сейчас, наверное, все диетчики и те, кто соблюдают какие-то свои особые кухни, столы, расскажут больше нам, чем я расскажу для тела, в чем польза с точки зрения плотской и материальной точки зрения. Я поэтому затрону только духовную точку зрения пользы для тела и души. Мы в Евангелии читаем, что если человек ставит перед собой цель борьбы с духами поднебесными, то есть с бесами, с падшими ангелами, то в Евангелии есть четкие слова Господа, что род сей изгоняется лишь постом и молитвой. Поэтому, если мы хотим изгнать род сей из нашей жизни, из нашего окружения, то есть отогнать от себя бесов, мы должны поститься и молиться. И в этом такой смысл и духовная польза. А по отношению к телу, святые отцы очень хорошо говорили, кратко так это формулируя, что то, что ты отнял у тела, то ты добавил душе. То есть тело, оно требует своего, и часто телесные потребности начинают превалировать над душевными, духовными потребностями. И вот это совершенно неправильно. То есть тело надо, грубо говоря, ставить на место, чтобы оно не поднималось на пьедестал выше души, и его требования, телесные требования, ставились выше требований души человеческой. Потому что тело-то, оно все-таки временное, оно пойдет потом в земельку, а вот душа вечная, она будет жить и после разделения от тела. Поэтому мы должны вот эти точки над «и» все расставить правильно. То есть то, что мы приучаем тело повиновению душе во время поста, это тоже большая польза. То есть мы учимся таким образом управлять телом. Ну, собственно, это тоже один из многих эпизодов жизни человеческой, так как, ну, младенчик, например, он начинает учиться управлять телом с глазок своих, потом ручки, ножки, потом начинает бегать, потом более сложные какие-то моменты он изучает, и тело фактически становится ему подчинено, да, по мере его взросления. Вот здесь, это тоже процесс, во время поста мы приучаем тело повиноваться духовным потребностям, а не телесным. То есть таким образом оно тоже возрастает. То есть мы здесь должны это иметь тоже в виду и стараться это исполнять. Ну да, и еще здесь мы уже исполняем послушание церкви. Ну, если брать, конечно же, общий, общий канул событий, то мы в любом случае, отрекаясь от своей воли, от воли человеческой, мы придаем свою волю в руки Божии, и если сам Господь постился, да, в пустыне, причем не в пример нам, а очень строгим постом постился, ничего не вкушая, и жил, собственно, в пустыне, да, мы это помним из евангельского текста, так вот, если Он так делал, то и нам это должно делать, то есть мы должны поститься. Ну и сама церковь, которая установила, собственно, все посты, в том числе и Петров пост, она тоже нам является матерью, то есть мы родились в церкви, и мы должны свою маму слушаться, да, маму духовную, церковь православную, которая нас родила духовно в купеле крещения. То есть послушание, превыше поста и молитва, это тоже очень важный момент для души человеческой. Начнем с чтения Евангелия, который нам церковь предлагает в начале поста, оно как раз в понедельник читалось, да, за божественной тюргией. Евангелие от Матфея, оно такое из нескольких частей составное, это глава шестая, стихи с 31 по 34, и глава седьмая, стих с 9 по 11. Он не очень большой отрубочек, пожалуйста. Послушаем Евангелие. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, пожалуйста, о чем этот отрывок? Ну, здесь как раз отрывок приуроченный, собственно, к тому, с чем мы начали, с поста мы начали обсуждение. И здесь мы как раз видим, что сам Господь подводит такую черту под нашими размышлениями, что мы не должны заботиться, что есть, что пить, во что одеться, о телесном. Не должны заботиться и не должны ставить это во главу угла своей жизни, потому что мы часто за этим забываем вообще истинные цели нашей жизни. То есть мы начинаем суетиться и бегать, и стяжать материальное, то есть для тела, для каких-то наших увеселений плотских, тратим все свое время, все свои силы. А это совершенно неправильно, и Господь об этом специально здесь оговаривает, что это язычники так себя ведут. То есть язычники, они всю свою жизнь уделяют только наслаждениям плотским. – Язычники-то кто? – Язычники – это люди, которые поклоняются не истинному Богу, а многобожеств у них у некоторых, у некоторых какие-то другие, иные боги, то есть один, может быть, и несколько богов. То есть все те, кто верят не в истинного Бога, являются язычниками от слова «язык», то есть много языков, много народов, много богов, у каждого народа свой какой-то бог, и поэтому их общие названия – язычники. Истинный Бог, тот, который открыл нам свое лицо в Троице во время крещения Господа Иисуса Христа, ему поклоняемся, христиане поклоняются, а остальные, собственно, поклоняются уже каким-то своим богам, у каждого на то свои какие-то исторические события, канва событий, к этому приведшие. Но, конечно же, каждый из народов выбирает своих богов и потом поклоняется им, но это мы уже, так сказать, не разбираем, а просто говорим, что это язычники, язычество. – То есть они, получается, о мирском таком, о материальном заботятся, и поэтому люди, которые думают о том, что нам завтра там делать, что нам завтра приготовить, покушать… – Похожи на язычников. Ну, действительно, если мы почитаем исторические, так сказать, описания языческих верований, то мы увидим, что там огромное количество жертвоприношений приносилось Богу плодородия, Богу торговли, Богу любви, Богу семьи, еще каким-то богам. То есть все, что я перечислил, это все плотское. То есть торговля – плотское, ничего духовного в этом нет. Плодородие – опять плотское, опять еда телесная. – Их боги – это бесы. – Тем более, что да, мы знаем канву исторические события, связанные с Господом нашим Иисусом Христом, что когда он, будучи младенцем, вошел в Египет, в языческую страну, то все бюсты, так сказать, идолы, все попадали при его приближении. То есть они как бы поклонились, а то и разбились вообще в прах. То же самое часто бывало и с другими, так сказать, христианами, даже не с Господом, а с православными христианами, когда их приближение даже к идольскому капищу вызывало либо землетрясение, либо падение этих идолов и прочие-прочие моменты, которые показывали, что они не являются истинными богами. Ну и повторюсь, что вот почему Господь сравнивает людей, которые заботятся о телесных, так сказать, есть, пить, одеться, с язычниками, потому что сами язычники все богослужения, в общем-то, на это и направляли, чтобы выпросить себе побольше богатств, побольше еды, побольше одежды, побольше власти, побольше каких-то развлечений. Ну, как в Древнем Риме языческом говорили, обращаясь к императору, дайте нам, народ требовал хлеба и зрелищ. Вот, собственно, кратко характеризовать можно языческий мир, это вот так. Хлеба и зрелищ, вот все, что просили у богов, языческие народы, то есть ничего духовного, ничего того, о чем мы говорим, христиане, и углубляемся во все эти нюансы и тонкости устроения духовного мира, у них этого и не было ничего. То есть им нужно было, вот я иду, ну, как там древние народы нашего севера, они режут себе идола из дерева, дают ему жертвоприношение, идут на охоту. Если охота удачная, они продолжают этому идолу, значит, жертвоприношение проносить. Если охота неудачная прошла, то они сжигают этого идола, не получился, плохой бог, в костер его нового режут и так далее. Так вот, то есть это настолько по-детски воспринимаемая религиозность, что о ней даже серьезно-то как-то и говорить не получается, да? Ну, мы можем поговорить о нас, ведь мы тоже можем с язычниками, даже вроде бы верующие люди, да, казалось бы. Ведь мы тоже, например, у бога просим земных в основном вещей-то. То есть мало кто приходит именно познать Господа. Мы просим там хорошо сдать экзамены, там кто-то хорошего мужа просит. То есть тоже больше земное такое. Ну, к сожалению, у нас тоже есть вот эти вот моменты. То есть мы тоже такие как бы христиане, да, но отношение у нас такое... Потребительское. Не с язычниками, а с протестантами. Да, потребительское, протестантское. То есть протестанты тоже просят именно этого. То есть вот они прямо даже говорят, чёткие критерии, что если у тебя жизнь неудачная, значит, ты неверующий. То есть у них прямое, так сказать, следствие, что если ты верующий, значит, у тебя жизнь должна быть очень хорошей, и богатым ты должен быть, и прочее, прочее. Хотя, ну, в Евангелии почитайте, там, кто на Лона Авраамова был взят, богач или Лазарь, бедняк, да. Вот самый простой пример, да, противоречия у протестантов. То есть мы не должны уподобляться протестантам, и уж тем более язычникам, и мы не должны останавливаться на этом. То есть просить только здоровья, только работы, только семейных каких-то дней счастливых, только, значит, ну, каких-то элементов, так сказать, квартиру, машину там. То есть потребительство у нас, оно очень сильно развито, и это всё-таки из язычества, из протестантизма у нас так вот схвачено очень много, к сожалению. А вообще мы должны другого просить-то. Мы должны не забывать, что живём-то мы единственный раз в этом мире, и всю нашу жизнь мы должны посвящать не этим развлечениям или там хлебу, или одежде, а всё-таки спасению своей души. Да, сам Господь говорит, да, ищите же приёте Царство Божие. Ну, сейчас мы это продолжим, но вернём всё-таки. А как же всё-таки скажут люди, ну, пищи-то ведь одежды нужны же? Безусловно, человек должен одеваться. Тем более в нашем климате, да, и пищу, конечно же, нужно не попрошайничеством заниматься, а всё-таки самому трудиться, зарабатывать. Ну, как апостол Павел чётко определил, что тот, кто не работает, тот пусть и не ест. Да, он чётко сказал этот критерий. И в Библии мы читаем, что в поте лица своего будешь зарабатывать хлеб свой, да. Мы, это всё понятно, это всё естественно. То есть мы не можем уйти из-под законов нашего бытия, которые также установлены Господом при изгнании Адама из рая. То есть сам Господь проклял этот мир и сказал за то, что ты согрешил, то вот как раз в поте лица своего будешь зарабатывать свой хлеб. И будут произрастать, земля будет произращать не только там злаки и хлеб, но и сорняки и прочие всякие злые, так сказать, растения. То есть это мы в Библии читаем. И поэтому приходится трудиться, чтобы получать свою пищу. Это за наше отступление от Бога как раз послано. А в раю такого не было, в раю не было плохих растений. В раю всё сосуществовало и всё, собственно, приводило к Богу и радовало человека, Адама с Евой, что и привело их частично, так сказать, к забвению о заповеди Божьей. Поэтому мы должны всё-таки не уподавляться нашим прародителям и язычникам и просить спасения своей души, искать Царство Небесное. То есть укоряется, наверное, такая излишняя заботливость. То есть есть необходимая одна одежда, как Господь говорит, вторая, если вторую, даже как святойцы говорят, если вторую имеешь одежду, то ты как будто украл её у ближнего своего. Ну да, это монашеский такой подход, что монаху много одежды не требуется и зачем она ему нужна. Он не красуется своей одеждой, он её носит, чтобы укрыть наготу тела, чтобы укрыться от каких-то климатических моментов неблагоприятных, чтобы быть достаточно, так сказать, на богослужении, благообразном одеянии. То есть мы исходим из того, что это разумно, что это нужно делать для того, чтобы иметь благообразие и благородство. Но мы часто видим, как в мире это перебарщивает люди. Ну, как, впрочем, и во всех других грехах. То есть что такое, например, чаевоугодие? Ведь мы понимаем, что мы не можем не кушать. Но когда мы кушаем не для того, чтобы утолить голод, а для того, чтобы присытиться и насладиться какими-то изысканными, непонятными вкусами и объёмами пищи, и ещё чем-то. Попробовать одно, другое. Да, и одно, другое. Ну, то есть поток блюд, как в ресторанах. Подают чуть-чуть, но вот это такой вкус, это такой человек. Вместо того, чтобы просто покушать, чтобы укрепить своё тело от голода, его, так сказать, сберечь, он начинает вовлекаться в чревоугодие. Как и напитки. Мы пьём для того, чтобы утолить жажду свою, чтобы организм наш не высох, а не для того, чтобы напиться и там, и вселиться пивком, а то, кто и покрепче чего-то. То есть, видите, мы везде перебарчиваем. Или что такое блуд? То есть, понятно, что род человеческий угаснет, если не будет воспроизводиться и рождаться, дети не будут. Но когда мы рождение детей ставим как развлечение, то есть, мы имеем в своих целях не продолжение рода при сожительстве с другим полом, не для продолжения рода своего, а для того, чтобы развлечься, это уже грех. И так далее. Вот все наши грехи – это везде естественные потребности. Мы их гипертрофируем, мы их изменяем для греховных услаждений. Вот это, конечно, грех. То же самое и здесь. Понятно, что нам нужна и одежда, нужны хлеб, и кровь над головой, и питье нам нужно. Но мы это должны делать для продолжения своей жизни, для того, чтобы не умереть от голода, от засухи. Не в том объеме количества, как у нас имеется. Или если мы делаем все жилища, какие-то одежды, они не должны нас делать просто какими-то украшенными, непонятно для чего, сверхукрашенными такими куклами. Мы это делаем только для пользы, для благоразумного использования всех этих моментов. – Чем больше мы имеем, тем больше проблем. – Ну, потому что приходится тогда уже тратить свое время на содержание того, чего мы имеем. То есть уже не то, что мы имеем, не нас содержит, а мы его начинаем содержать. Ну, если у нас там несколько машин, то мы за каждую приходится платить, там, какое-то ТО делать, какие-то налоги платить. Их надо бензином. То есть, а зачем нам столько машин? Ну, часто просто, чтобы покрасоваться. Ведь если человек использует средства передвижения для того, чтобы передвигаться, это как бы один подход. – Или, например, такие большие-большие дома. Для чего вот они нужны? – Да, или там строить себе дома по две тысячи квадратных метров. Там два-три человека. Вот я реально могу свой опыт сказать священнически, когда меня приглашали освещать дом. Причем там флигель отдельно для прислуги, отдельный дом стоит, отдельно дом для каких-то там, так сказать, накоплений солений, варенья и прочего. И отдельно центральный дом, где вот живут, собственно, хозяева. Но этот дом там тысячи квадратных метров, они вдвоем живут. То есть там на каждом этаже несколько туалетов, есть свой кинозал, там несколько комнат спальных, там кухни, там какие-то залы. И в итоге я, когда я ходил и освещал этот дом, я просил меня собрать, чтобы не заблудиться там просто. И потом я у них спросил, а как вы-то себя друг друга здесь вот ищете в этих вот хитросплетениях этих комнат? А мне говорят, всегда с телефоном ходим просто. И спрашиваю, а ты где? Постой, я сейчас к тебе подойду. То есть до безумия доходит иногда вот это вот роскошество. То есть человеку очень-очень мало надо, и еды гораздо меньше, чем мы употребляем. Да, один из старцев говорил, что переживший вот эти все времена гонения, революционные невзгоды и прочие, там отсидевший в лагере, человек говорит, нужно-то чего только хлебушка покушать и чтоб тепло было. Вот и все. То есть чтобы продлить свою жизнь, чтобы не умереть от голода, от холода. Вот нужно об этом помнить и не привязываться, и уж тем более не ставить своей целью создание все больших и больших таких вот моментов, как там набор одежды, когда целая комната, а то и две комнаты под гардероб отпускаются. Господь говорит, ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Что есть Царство Божие? Царство Божие – это, ну, конечно же, присутствие Царя. Царей и самого Господа вместе с тем человеком, который ищет это Царство. То есть когда человек обретает соприкосновение с Богом, Богообщение, да, он уже начинает стремиться к тому, чтобы это было всегда у него, чтобы он всегда был в Богообщении и больше даже в присутствии Божьем всегда человек будет стремиться к этому, себя, так сказать, подвести, чтобы Господь жил вместе с Ним. Как в Евангелии сказано, что тот, кто слушает слова мои и тот, кто исполняет их, к тому я приду с Отцом и сотворю у него обитель. То есть Господь обещает Сам жить внутри человека, в сердце Его, того человека, который исполняет Его заповеди. И именно это и есть Царство Божие. Причем оно не в питье или там в развлечениях Царство Божие заключается, или в еде в какой-то, да, оно заключается в радости, в мире, в любви, в бесстрастии и, что самое важное, в Богообщении. Это то, ради чего, собственно, человек и живет. Найти вот этот вот контакт, скажем так, с Господом, и чтобы его никогда не терять, чтобы Господь был всегда с тобой вместе. Это цель нашей жизни. Вот о ней не надо забывать. Но когда мы ставим себе целью какие-то с точки зрения духовной мелочи, ну, там, во что одеться, там, что поесть, то тогда мы забываем о вот этой первоочередной цели. Ну, и более вот подробно, да, нам, так, чтобы более понятно, да, сам Господь нам говорит в своей первосвященнической молитве, да, в Евангелии. «Сия же есть жизнь вечная, да, то есть Царство Небесное, да знают тебя, единого истинного Бога и послал на тобой Иисуса Христа». То есть, да, Царствие Божие – это познание Господа нашего Иисуса Христа. А как мы его познаем? Только изучая Евангелие. Не только. Познание Бога, оно, ну, первоначально, конечно, идет через священное писание, через поучение церковное, через какие-то заповеди Божии, через молитву. И дальше, чем больше мы во все это углубляемся, тем больше сам Господь уже к нам приходит, и уже Богопознание происходит через непосредственное общение души человеческой с Богом вот в этом контакте, в этом богообщении внутреннем. То есть, все те средства, которые я перед этим перечислил, это всего лишь средства, это не цели. То есть, надо читать Евангелие? Надо. Надо. Но это не основная цель. Это то, через что мы обретем богообщение. Надо молиться? Надо. Но это, опять же, лишь средства, через что мы обретем богообщение. И так далее. Все тот же самый пост. Надо поститься? Надо. Но не пост ради поста, а пост ради богообщения. Вот это надо все-таки выстроить, так сказать, правильно по пунктам, что первичное, что вторичное. Первичное – это все-таки царство небесное, богообщение и именно богопознание. А познание Господа, его невозможно познать умом Господа. То есть, это можете почитать, например, Силуана Афонска. Он очень хорошо об этом размышляет. И в его, так сказать, рукописях вы можете это прочесть. То есть, там о богопознании он очень много рассуждает и говорит, что никакой ученый муж умом своим богопознать не сможет. Лишь тогда, когда Господь сам открывается человеку, в посещении его, то есть, когда Господь посещает человека, тогда человек может познать Бога. А так, своим умом человеческим он никогда к этому не придет. Наверное, что-то мы можем сделать, не просто ждать, сидя, когда Господь к нам придет. То есть, наверное, можно начать, чем мы тут с вами занимаемся, это можно открыть Евангелие и начать читать. И как раз в Евангелии Господь много притч говорил о Царстве Божьем. Мы с вами сейчас продолжим. Но для начала, что такое притча? И почему тоже в Евангелии есть слова такие, что Господь говорил много притчами и без притч не говорил? Ну, притча – это один из случаев жизни, который Господь приводил для поучения всех, кто к Нему приходил за наставлением. То есть, притча о сеятеле, притча о рыбаках. То есть, это какая-то вымышленная такая история, получается? Она не вымышленная, она взята из жизни. То есть, Господь ничего не вымышлял. И удивительно, все притчи, которые Господь говорил, даже та притча о человеке, который на дороге был ограблен, избит, и мимо него прошел левит, и священник, и только какой-то язычник его поднял, и его, так сказать, пожалел, принес в гостиницу, оплатил его жилье, его лечение. То есть, это все из жизни, это не выдуманные истории. Это истории из жизни. Чем они интересны? Тем, что… То есть, они не в данный случай происходят, а… Господь эти случаи брал из жизни. То есть, Господь, Он же знал случаи жизни всех людей, населяющих планету Земля. И знал, и знает, и будет знать. И, соответственно, Он эти брал случаи жизни, видя в них определенные четкие закономерности поведения, закономерности какие-то, связанные с ростом растений, например, или там словом рыбы, или с болезнью какой-то, или множество законов, которые в жизни нашей воплощены. И Он брал эту притчу, и эту притчу рассказывал как такую аналогию для раскрытия своего учения евангельского о Царстве Небесном, о духовной жизни, о спасении души. То есть, Он брал из мира какие-то простейшие элементы жизни человеческой и ими, так вот, так сказать, показывал, как это происходит в духовном мире, который глазами не увидеть и не пощупать. А почему Господь вот такой образ мыслей высказывал? Не то, что, например, прямо сказать, вот так не надо делать, а вот именно какими-то притчами говорил. Ну, как делать не надо или как делать надо, Господь уже сказал в Ветхом Завете. И народ израильский это все знал. Повторять второй раз опять Ветхий Завет с его десятью заповедями, с его законами, там же есть книга Судии, книга Ватията. Все это описано было уже в Ветхом Завете. Здесь, ну, это внешние, так сказать, описательные моменты внешней жизни человека. То есть, как человек должен себя вести внешне. Господу же хотелось, чтобы мы внутренне научились правильно себя вести. Потому что... Но многие-то не понимали. И поэтому приходили, ну, допустим, даже апостолы не понимали Господа и его притчи. Поэтому приходили, спрашивали, Господи, объясни нам притчу и эту притчу, сеять или притчу там еще какую-то. Но Господь им объяснял. Все, кто искал ответов, всем Господь эти ответы давал. А те, кто не искал, они так и остались на уровне внешней описательной части, ветхозаветной части законов. Господь часто говорит, да, кто умеет уши слышать, да, слышит, да? Да, да. И здесь мы, опять же, приходим к тому, что мало слышать ушами. Нужно еще это уразуметь. Вот то или иное слово, то или иное образ в притчах там или иллюстрацию какую-то той или иной духовной закономерности. Мы должны это воспринять еще умственно, а потом еще и сердечно. То есть, чтобы все наши три составляющих – тело, душа и дух – все приняли это наставление Божие. Тогда оно в нас прорастет, как семечко, да, тогда оно станет нашим, и тогда мы с ним, сослагаясь, мы его включим в образ своей жизни, а значит, изменимся, да, как в притче о закваске. Вот это как раз и здесь основа, так сказать, проповеди и евангельское отличие ее от ветхозаветного текста. То, что Господь показывает внутреннее и говорит, вот мне вот там важно. Даже Господь сравнивает в некоторых словах евангельских, говорит, но в Ветхом Завете сказано – не убей, я же говорю, что тот, кто гневается в суе на своего брата, он уже подлежит гиене огненной, да, то есть уже гнев Господь внутреннее качество. Человек, разгневавшись, он не обязательно этот гнев показывает снаружи, и уж тем более никого не убивает, да, но Господь это сравнивает с убийством. Вот этот внутренний гнев, оказывается, Господу тоже не угоден. И он во всех своих наставлениях указывает именно на внутреннее. Как и Пересвященник, он говорит, что внешне вы украшены, как гробы. Цветочки, все красиво у вас, все замечательно, а внутри полное тление. То есть опять на внутреннее указывает Господь. И эти притчи, они также не внешне описывают, а образ, аналогию приводит Господь внутреннего закона духовной жизни. Для этого все это используется. Ну, наверное, свойство такой притчи, да, то есть человек, может быть, сразу даже не понимает, который услышал, да, а вот эта семечка, живое слово Бога, оно запало ему в душу. У нас же бывает в жизни такое, нам что-то скажут, у нас как будто мимо ушей это прошло, но где-то оно внутри сидит, а в какой-то момент оно потом как-то выстрелит, и ты начинаешь понимать вот то, что там происходит рост вот этого семечка. Да-да-да, часто это происходит так, что там человек это слышал от бабушки или дедушки в своем юном возрасте, потом жил как хотел, а потом где-то уже в середине своей жизни или, может быть, к концу вспомнил вот эти слова, там, бабушки, дедушки, и вразумился, и изменился на основании этих слов. Поэтому, конечно же, слово – это семя, которое должно прорасти и принести плоды, но для этого нужно создать условия. Какой-то опыт, может быть, человек, да, получает в свое время? Даже не то, что опыт, сколько смирение, потому что, ну, представьте, если вы, теперь уже я такую притчу, да, вам скажу аналогию, представьте, вы сделали грядку, да, посеяли там какие-то цветы или какие-то там, не знаю, плодовые, что-то там, не знаю, какую-нибудь малину там или клубнику, а потом по этой грядке ездят машины там, что-то там строят, что-то там бьют, забивают, там что-нибудь вырастет, ничего не вырастет, ее все затопчут. Или толпа народу по этой грядке, например, будет ходить. То есть мы должны то место, где что-то взращивается, защитить от случайных посещений и уж тем более от нападений. То есть душа человеческая должна быть смиренной, то есть с миром быть душа смиренной. И тогда в ней уже начинают произрастать вот эти духовные ростки из слов Божиих. А если по вашей душе катком проходятся страсти, там о Боге-то и памяти нет, и там то гордость, то гнев, то уныние, то какие-то там блудные, то какие-то чего угодно. Там вот эти катки, вот эти, так сказать, ноги многих этих страстей, они все вытопчут в вашей душе, чего бы там ни насаждалось. Поэтому здесь главное создать условия для произрастания слов Божиих в вашей душе, то есть сохранять ее от страстей. И основная страсть – это гордость, и именно с ней борется смирение. Ну и может быть тоже, да, Господь притчами. Он вначале, наверное, без притчи говорил, а уже потом, когда люди видят, что не хотят его слушать, и он, чтобы, как мы уже с вами в передаче говорили, что Господь, чтобы не в осуждении, да, и на суде он не отвечал, да. Есть еще и этот, конечно же, Господь по любви обязательно, Господь любит всех. И кто его слушает, кто его не слушает, он всех любит. Но он знает, что, и сам это говорит, что кому много дадено, с того много спросится. Поэтому он говорит так, чтобы его слова принесли пользу, но не вред. Так как тот человек, который выслушает, ну, однозначно, вот делает так-то так-то, и не сделает, его придется наказать за это, за непослушание. А если притча, то Господь сказал, ну, хочешь – сделай, хочешь – не делай. Твоя свобода выбора здесь не нарушается. И ты уже сам будешь себе судьей на страшном суде, что, ну, ты же не захотел это делать. Не я, я тебе сказал. А ты это пропустил мимо ушей, это не задумался, это не понял смысл, глубокий смысл этой притчи. Просто потому, что в суете прожил свою жизнь, просто потому, что это тебе было неинтересно, или ты просто вообще не верил даже, что Господь есть. Да. Предлагаю немножко смотреть эти притчи, да, о Царстве Небесном. То есть Господь однажды сел у моря, собралось к нему множество народу, Он зашел в лодку, сел и начал говорить притчами. Одна из первых притч была как раз о Сеятеле. Да, это одна из известнейших притч, которая как раз дает нам, ну, такую анатомию души человеческой, где Господь показывает, как происходит изменение души человека, если человек этого хочет. Или, наоборот, как человек не меняется, что бы с ним ни делали. Как апостол Павел сказал, что спасающемуся все во спасение, погибающему все в погибель. Собственно, вот здесь в этой притче, ну, если кратко, так сказать, и пересказать, то, что вышел Сеятель сеять, и часть из посеянного упала при дороге, птицы склевали, часть упала на землю каменистую и взошло, но сгорело на солнце, так как корни не могли глубоко прорасти, там камень был под тонким слоем земли. Часть упала в тернии, то есть затянулась сорняками, и ничего не принесло, не выросло, потому что сорняки это все задавили. Часть упала на хорошую землю, на чистую землю, и произросло, и плоды принесло, и часть из этих семян принесло 100%, часть на 60%, часть на 30% плодоносило. То есть здесь мы видим сразу вот шесть таких пунктов. То есть первых три пункта – это Господь характеризует души человеческие, которые не способны или не хотят воспринять Слово Божие. Ну, естественно, под семенем подразумевается Слово Божие, под Сеятелем – Господь. И мы видим, что то, что упало при дороге, птицы поклевали, это рассеянный человек, это человек… Птицы – это бесы, да? Птицы – это бесы, птицы – это мысли суетные, птицы – это все, что нас отвлекает от спасения души. То есть это все заслоняет сразу, эти мысли куда-то исчезают, и потом человек говорит, ой, да, я уже и не помню, о чем там речь-то шла. То есть это первый такой тип людей. Второй тип людей – это которые на каменистой почве, да, это, то есть первые – это невнимательные, вторые – это те, которые вроде бы приняли Слово, вроде бы его поняли, вроде бы начали даже как-то изменяться, но какие-то тяготы, какие-то искушения, какие-то сложности, а иногда прямые гонения, да, их… все это выжигает буквально в душе человека, то есть человек говорит, нет-нет, я этим не буду заниматься, это очень сложно, это или опасно, или там еще как-то невыгодно. То есть человек иссушает свою душу таким путем, лишая ее семян Слов Божиих. Ну и третий тип человека – это те, которые также принимают, и что-то у них начинает прорастать даже в душе, но их привычки дурные, пьянство, там, или наркомания, или там блуд, или там… – Богатство. – Чеугодие, богатство, воровство – огромное количество страстей, которые как сорняки затягивают это все и не дают произрастать. То есть человек понимает, ну, как самый такой яркий пример – алкоголик, он понимает, что это все плохо, то, чем он занимается, он понимает, что вот, да, есть слова Божии, есть церковь, что надо бы там сходить покаяться, причаститься, помолиться, там, исправиться. Ну да, ну нынче, завтра как-нибудь, да, вот сейчас пока не могу, сегодня я что-то, вот, голова болит там… – Некогда. – Или некогда, или голова болит, или там с перепоя, или там, или еще что-то такое, денег нет. То есть и так откладывается, откладывается, и каждый день, каждый месяц, каждый год человек все откладывает, в конце концов, жизнь у него заканчивается, так он и не приходит к Богу из-за своей страсти, которая его, собственно, затянула в такую сеть. Ну, а если говорить о доброй почве, то здесь также мы видим три типа человеческой души. Ну, первая душа – это которые на сто, да, приносят, на сто процентов, да, приносят плодов Господу, это те, которые принимают Слово Божие и уже отрекаются от жизни мирской и уходят в пустыню, ну, как Иоанн Предтечи, там, или там другие подвижники, молитвенники, такие схимники, которые сами себя затворяли в кельях ради спасения своей души, то есть они стопроцентно свою жизнь отдавали Богу. Те, которые на 60, второй тип людей, те, которые также принимали Слово Божие, оно произрастало, давало плоды, но они все-таки часть своей жизни человеческой, да, не духовной, богоугодной, а человеческой же часть все-таки оставляли при себе, ну, например, как монахи, там, в первом случае это затворники, а есть монахи, которые в общежительных монастырях живут, которые занимаются какими-то работами, чем-то там увлекаются, кто-то пасекой, кто-то там садом, кто-то какими-то другими работами, вот, то есть часть своей жизни они все-таки уделяют не молитве, не все с жизни, а часть жизни только молитве, 60%, а 40% оставляют для каких-то работ, для каких-то все-таки своих еще человеческих дел. Ну, а 30% это те, которые в миру, миряне, они тоже богоугодны, тоже спасаются, но они уже лишь 30% отдают для своей жизни, для богослужения, для молитв, для постов, а 70% для жизни мирской, то есть для семьи, для детей, для работы, для каких-то, ну, как всегда, суетных каких-то дел, но, тем не менее, тоже спасаются. То есть вот, видите, три таких, три таких, типа, души человеческой мы здесь видим. Да, Евангелие Силукавов тоже говорит, да, что упавшие в добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром, чистом сердце, приносят плод в терпение. То есть такое наше условие, доброта и чистое сердце. Ну, да, как я про грядку не зря сказал, то есть грядка должна быть чистой, без сорняков, чтобы ее никто не вытоптал, ее поливать надо. То есть доброта – это такая влага, которая увлажняет и поливает грядку, а чистота души – это вот отсутствие сорняков, отсутствие тех, там, вредителей, там, не знаю, жучков, червячков или просто людей, которые вытаптывают грядку. То есть вот это все надо соблюдать. То есть здесь, да, мы полностью, так сказать, аналогию приводили. Да, еще одну притчу как раз вот у нас сегодня про грядки, прям такая речь идет тоже, Господь про семя, да, в которые, то есть Царство Божие похоже, когда вот посадили семя, оно как растет, никто не знает, а потом уже, когда оно выросло, вот его пришли и собрали. Да, горчичное, горчичное, по-моему, древо. Нет, горчичное – это уже потом, когда украли. Еще одно, другая. Может, пойдем, да. Ну, да, действительно, семя, оно удивительным образом, оно содержит в себе, сейчас наука нам это все, можно сказать, по полочкам разложила, оно содержит в себе огромное количество информации, да, о виде растения, о том, какое оно, даже о наследственных болезнях или о наследственных качествах, морозостойкости, плодоносности, цветет, не цветет, женский вид, или самоплодный, или опыляемый, или внешний. То есть там огромное количество в этом маленьком семечке заложено информации о будущем растения. И удивительным образом эта информация, она развивается, то есть это семя развивается, выстраивает из окружающей среды, а это почва, да, с перегноем, там, с червячками, всякими жучками, оно берет то, что ему нужно, с влагой, естественно, вырастает, неизвестно каким образом. То есть никто не может до сих пор из ученых сказать, чем отличается безжизненное от живого. Что значит жизнь? Что это за субстанция, которая в одном случае живет, в другом случае одни и те же семена, в другом случае не живет. Чем оно отличается друг от друга, непонятно. Но, конечно же, это все жизнь в руках Божьих. Так вот, так же и в душе человеческой Господь показывает, что вот это семя, Слово Божие, оно, попадая в душу человека, оно имеет огромную информацию, огромный духовный смысл, который человек не понимает. Он просто принимает это слово, и оно начинает развиваться и перестраивать его душу, и выстраивать внутри души человеческой целый райский сад, скажем так. То есть плодоносит это растение, произросшее из Слова Божие, внутри души человеческой и приносит свои плоды, то есть любовь, милосердие, братолюбие и прочее-прочее качество, которое также описано в Евангелии. Это все происходит из малого, малого семейного, что может быть менее легковесным, Слово. Вот оно вообще не имеет веса, но удивительным образом Слово имеет такую насыщенность, что оно преображает душу человека. Причем не одно, а миллионы душ. Если посмотреть на жизнь Церкви за те две тысячи лет, которые прошли со дня Воскресения Христова, мы увидим, что миллионы душ человеческих Словом Божиим были изменены, изменены кардинально и спаслись. Да, еще у нас тоже, вот в добавок к этой же притче, можно добавить, что Господь тоже говорил о Царстве Небесном, когда среди добрых семян выросли плевела, да, и Господь сказал, не трогайтесь до скончания века. Да, да, также здесь посеял, но ночью пришел враг рода человеческого, посеял сорняки, и утром взошло все, и добрые, и злые, так сказать, семена взошли, и ангелы сказали, Господи, дай нам, прикажи нам, и мы прополим эту грядку, да, это поле. Господь сказал, не надо, потому что вы пока еще не созрели добрые, так сказать, злаки, добрые растения, вы можете их спутать просто, и вырвать вместе с сорняками, поэтому пускай все вырастет, все плоды принесет, а тогда мы уже соберем и разделим добрые в житницу, а злые в огонь. Как апостол Павел, да, он же сначала был... Да, он был гонитель церкви, Если бы тогда его постекли бы, мы бы не получили бы такого апостола. Да, он присутствовал при убиении первомучника архидиакта Стефана, он шел в Дамаск, чтобы схватить всех там верующих христиан, привезти их на судилище в Иерусалим. И если на тот момент ангелы были бы посланы, он бы попал бы под ангельские, так сказать, мечи, погиб бы, и не принес бы многих-многих плодов, которые он принес потом, после своего обращения. И сотворил огромное количество верующих, и церквей создал во всей Римской империи множество. Да, и вот эта притча, да, тоже есть о горчичном зерне, которое меньше всех, да, потом вырастает, и под ним даже птицы укрываются. Вот горчичное зерно здесь о чем? Какое? Ну, это не та горчица, которая у нас растет. Это маленькая травка такая, да, которая собирает и потом перемалывает, и делает горчицу, которую мы все любим на хлеб намазывать, да, иногда, так сказать, кушать. Нет, горчичное древо, оно произрастает на юге, оно большое, хотя произрастает из такого же маленького семени. И здесь мы видим, что Господь, это малое семечко, также показывает, что из такого малого семени произрастает огромное дерево, в ветвях которого потом птицы небесные вьют гнезда и живут во множестве. И малые семьи – это Слово Божие, а древо огромное – это та церковь, которая выросла из проповеди Господа, из евангельской проповеди, и эта церковь до сих пор существует, и мы также живем в ветвях этого огромного дерева церковного православной церкви по всему миру. И я, и вы, все, кто крестился, мы также являемся теми птицами в ветвях этого древа укрывающимся. Поэтому эта притча очень ярко показывает, как из Слова Божьего произрастает вот такое древо. Да, и как мы с вами всю передачу опять же возвращаемся вновь и вновь, то есть как благодать, она у нас внутри совсем маленькая, а потом может вырасти при соответствующих условиях. Ну да, как и в другой притче про закваску. Вот три меры муки женщина взяла, перемешала, бросила, и все вскисло мизерной закваской. Так и наша душа, она мизерным словом Божьим переворачивается и изменяет свои качества. Да, если Бог даст, мы с вами еще продолжим говорить об этих притчах. Полминуточки, заключительное слово, пожалуйста. Ну, всем желаю, так сказать, в притчах Божьих поучаться и понимать смысл их, и иметь их внутри себя всегда, чтобы они вам помогали жить для стяжания Божьей благодати. Помоги вам, Господи. Да, благодарю, с отец имени, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»